Довольно быстро реагирует на изменения на мониторе, это явно не чатинг Погнали, рефоржд, будь он не ладен Главное 0-2 не катнуть Это дает ненужные темы по переигровкам Что если будет 1-1, то там теоретически, если кто-то 2-1 выиграет, либо Суэй, либо 120-й, но они вдвоем будут топ-1, топ-2 Но пофиг по личным встречам, ты все равно выше обоих получается Патмау, Фоги на Амазоне, как и говорили Эксперты Да, я бы тоже что-нибудь выпил седативного Потому что когда играет Фоги Может произойти все, что угодно Проверяет Фоги с разведкой более ранние, может быть выманивание какое-то будет Фоги синий А Лолита красный Как выманивает этого Архмага классно ОПС не показал нам выманивание С там веспом Погича Не показали диспол потенциально арчи Димки падают когти Потме падает Серклетка Хорошие артефакты, что там, что там Ой, Погич лучше крепится здесь. И он достал еще второй артефакт. С сожалению, не получится его нормально утилизировать. Но Димка быстрее добежал до следующей точки, куда Патма стремится. И Патма будет оттуда выбивать мантия. Хорошо. Для нас хорошо. Блин, вот Фогич, что ты сделал вообще? У него была разведка постоянно. Увидел, что Димка убежал влево. И при этом Патмой пошел проверять вправо. Это как вообще объяснить можно? Два барака Хантрески. Димка приходит отменять на Мунвелл. Забегает на мейн. Там дырка вообще должна быть, нет? Патма в это время на мейне. Делается грейд. Ну, оба контролят. Но, кажется, Димка решил вернуться сам. Патма со стрелкой. О, минус висп. А что такое медленный? Просыпаемся, Лолита, просыпаемся. На всякий случай, Лолитой мы называем его, потому что автоматический переводчик Google, Лола, это переводит как в чате Лолита. Или китайцы его так называют. То есть не из-за кабаре, а дуэт Академии. Это другая история совсем. Минус Арча. Ой, Фоги молодец. Блин, как он красиво увлек за собой Арчей. Арча хорошая на разведочке Возникает вопрос, как будет реализовывать преимущество свое По временной по хантрескам Фогич Потому что, ну что там, хантрески, застройки, катапульта, дирижабль, что? Димка собрал мурлоков с собакой О, лолито! Лолито, лолито Ха, охотятся коты, смотрите, хантезон Еще хантрески Идут в атаку Что по просветке? Просветка Заходит Прямо на мейн заходит Ой, как больно может быть Не знаю, правда, кому пытается сторониться дерево Прячется Ой, ну сейчас может просто заблочить Ай, хотел заблочить, чтобы Димка не заходил На Димка зашел Минус одна Арча Очень много всего выпивает Барак можно убить Только надо блочить его Виспы подходят, но виспы не успевают, кажется Да, отлично Вообще никого не потерял Кроме одной Арчи Здесь Погий Ну, еще просветочку Давайте Отлично Минус одна Арча, по крайней мере Тинкер приходит Вот это атака, я понимаю 39 лимита на 26 Ворвался как царь просто К себе домой зашел Переубивал большую часть Арчей Переубивал Барак Лишил большого количества маны Ну потому что Диман Хендеру нельзя гулять Он должен стоять А виспы посылать надо было в таверну Он послал главного героя Который должен был стоять между Мунвеллами И не пускать котов И пошло продолжение атаки В виде застройки Просветка Арча подставляется наверху Арчей всего две штуки осталось Пардон, одна Можно окружить кого-нибудь Ай, почти Пошли протекторы Ну и как ты отбиваться от этого будешь, скажи мне Ставит грамотно факту внутри застройки Минусится Барак Тинкер еле живой Шреддер выкупает Лолита Шреддер опасен, опасен Нужно котов спасать слева Отправляет на Шреддера Делит правильно армию свою Шреддера просто главное не игнорить То есть он на самом деле не такой плотный Он просто сильный урон наносит с руки Вовремя отменяет Сейчас Шреддера убить можно Арчу убивает Последнюю Арчу Не, Фогич тут просто задавить должен Упыря Минус Шреддер Протектор один достраивается Ну и все, давай выходи в своих медведей Если у тебя времени, конечно, хватит Надо выкапывать протекторы слева внизу Подходить поближе Подходит сзади Бедолага Просто, просто Просто изи выход из группы На первом месте Ну тут уже что? Тут Т2 Ты с лорниц от этого не отбиваешься никак Там баллисту делает Как видите, лалает наверху Но пока он сделает там вторую, третью У него, скорее всего, минус все Ой, подрывники идут Ай Ай Вынужден был взорваться в Димку А у Димки, кстати, как он отсюда уйдет? Есть у него выход? Дирижабль Понял Да, пока там баллисты Полбазы тебе снесут просто Переключаемся на Димку Пытаемся убить Он бутылку на последних хитах выпивает Красиво Нет, грамотные коты Это просто На дуэльных картах Прекрасно Все, там сэплай блок Мунвелов нет 27 на 10, извините Тут ничего не построить Протекторы тебя давят Как властелине колец Ничего не сделать Котов еще спасает грамотно Сам внутрь не лезет Чтобы ему не понадавали деревья Лалайт пытается с дирижаблем там контролить У него есть проблемы уже И с героями И с армией И с... Да совсем Он отчаянно тут отконтраливает до конца Падают виспы Все с леса Минус тинкер Ну, я бы вышел уже Он тут так долго мучается Новые виспы До конца Вот жук, а Еще сейчас дерево выкопает Пойдет в лес Давай, давай Морочь голову С дирижаблем Ой, какой Ой, молодец Чемпион Красава Просто красава До последнего здания Как в батлнете О, третий уровень Сейчас точно выиграешь Как же ты бесишь Ливай уже, ну бас Гэгэ Красава, Фоги Все, это выход из группы 100% Четенько, четенько Вообще не прикопаться Правильная разведка Правильный микроконтроль Наказывание за ошибки Все, Фоги в плей-оффе В составе 8 лучших игроков Ну, а Голд это как бы турнир Главный турнир, собственно В данном случае сезона летнего Гогич выдохнул Майкер одобряет Да, да, да А то мы его так часто Иногда песочим Просто Фоги, Фоги, Фоги Три раза Фоги написано Смотрите, слева Фоги Справа Фоги По центру Фоги Там показывают повтор игры Вот, он просто фиксирует Что Димка выходит Покупать второго героя Не понимаю, зачем он это делает Самостоятельно Видимо, висков совсем Не было И за это время Пока там Дима шопится Идет врыв Врыв в четырех харчей В пятерых харчей Под просветкой Патма Все начинает Вот если бы он еще Эту, хантреску внизу поставил Правильно, чтобы Димка не зашел То можно было этих всех харчей Там казнить Вообще без шансов Ну и так Барак не на месте был Соответственно, его тоже приговорили Пока он там доходил Ну, здесь уже Неважно Окружение не очень получилось у нас Потому что Ну, герой вражеский был рядом С первым В чем у Фогич Это группа не очень простая Мягко говоря То есть у него Тот самый Ла Лайт Который В топе эльфийском Тот же самый Суи Который Удивительно Ну Неопытный Но Даже Ла Лайта переиграл И 120 Как бы группа такая Непростая весьма Да Обсосифик Хорошо отыграл Уверен Уверен Без Без вот этих вот Ненужных ошибок Кто еще вышел 120 Пока непонятно Пока непонятно Там и 120 И Суэй Претендуют Сетка в Message of the Day Друзья В чатике Правый верхний угол Иконочка Хоп Там разворачивается И тыкайте на сеточку Суэй Суэй Да Так Суэй 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 Так, давайте рассмотрим на второй игре. Лолит тоже должен быть в самом деле. В общем, у нас есть еще один момент. Здесь есть ТН4. ТН4 не будет использоваться на глядь. В общем, это тоже очень высокое. Это талантливый, если у нас есть новая, а если у нас есть новая часть, то мы должны быть более внимательным, чтобы было сравнение на глядь. Давайте попробуем на глядь. Да, это лесенка на кровать Удивительно Тайдхантер, следующая карта Ну, уже не волнуемся, что вот этот матч уже Для Лалайта, кстати, особо тоже уже не важен Получается, у него 1-4, он из группы никак не выходит То есть там в любом случае, даже если сливает Суэй или 120-й У них получается 2-4, а не 1-4 Все тут как бы Так что я думаю, что Лалайт может матч Ну так Отыграть на отвали Так получается, Лалайт точно не вышел, да? Получается так Да, Вишмейкер, в этом есть плюсы, безусловно, согласен Амазония был пик валета А я так и не понял, они показали карту И на обоих картах было написано Фоги То есть кто какую карту пикнул, ХЗ И снова Патма на Тайт Хантерс У Поги чем? А здесь Козлик Ну как мы помним по Амуну, Козлик это не контрпик Если ты играешь волл-ин с миллионом виспов Поги, Поги Да, ну Лалайет, конечно, я тоже соглашусь, там дискуссии, об чатике Он Он, на мой взгляд Скорее там на топ-1, топ-2 в группе в своей Но вот Суэй как раз, Суэй удивил Вот, что может делать Патма Патма в целом чаще бьет Больнее бьет за счет стрелки, чем кипер И еще прибавляет 10% И если вы, в общем-то, трансформируете Ну, нормально используете виспов То есть меняете ману кипера на виспов Конечно, это расточительно Виспы заканчиваются, ману постепенно тоже, но она регенерируется То вы кипера как бы можете нейтрализовать Но, опять же, если, например, вы делаете это вовремя И играете агрессивно Ну, типа вот у вас появляется там 3, 4, 5 хантресс Первый из двух бараков И начинаете уже размениваться с человеком То есть у вас короткая дистанция идет Где кипер может что-то показать И вы его диспелите И вы за счет вот этого реализуете там свое преимущество И додавливаете человека То эта штука очень хорошо работает Мун как раз и продемонстрировал это То есть Если Фогич сыграет похожим образом Я думаю, вполне можно Ну, есть еще опции На самом деле, это не единственный вариант, как противостоять киперу Есть хорошая тема с одного барака выйти в Т2 Выйти в пару лорниц И это, конечно, может спровоцировать человека Играть через массарчей О, нынчка Ой, молодец Я бы тоже, на самом деле, потма кипер играл бы в лейт Потому что кипер на дистанции, он еще слабее потмы Потому что у вас появляется стабильный диспел за счет дриад Потма растет, лимиты растут И, соответственно, эффект от ауры множится Просто множится Поэтому если отбиваться от кипера и пережить вот эти вот стартовые вещи, когда он прикапывает, штрафует вам юнитов, как раз используя виспов То вы можете... А экспант позволяет вам, соответственно, еще свободнее выйти в лейт, так скажем Ну, рискованно, но быстрее, так скажем Поэтому... Мне кажется, что Фогич будет играть либо через... Ну, после экспанда имеется в виду Либо сейчас, в принципе, будет массить хантресс, просто чтобы экспант поставить Либо будет после экспанды, когда поймет, что его отбивать будет Да нет, он не будет в лорнице играть Это слишком рискованно Да, слишком рискованно Против кипера можно также взять против арчей в лейте что-нибудь подходящее Типа панды вторым героем Или тинкера С ракетами имеется в виду Потому что демон хантера нет Контрить неким Всякие, ну, заклинания Вот, видите, хоп и сразу висп тебя рядышком Грамотно очень действует Какой же все-таки рефорж-тубогий Да я думаю, Фогич, если бы мы смотрели в годик рефорж Вот именно в таком исполнении, который уже под фикшеном немножко При этом смотрели бы его с хорошими настройками графики Ну, чтобы было все прям четко-четко, красиво-красиво Я даже сегодня задумался, может, Моник взять Третий Как раз для Для 4К И посмотреть на рефоржд Вдруг будет лучше Потому что ледоколыч нахваливает вообще рефоржд Говорит, графон просто великолепный Главное смотреть не стрим А вот Ну, либо стрим в хорошем качестве Прям реально в хорошем качестве Потому что всех вот этих вот деталей, полигонов В трансляции нет Он же щегол Он же щегол, но он старается Свои 19 лет, говорят В идеях еще за 200К нужно будет взять Что-то я об этом не подумал Стрим в разрешении 4К возможен? Да, но он мало кому нужен Ну, правда, учитывая количество людей, которые с телеков Что-то смотрят у нас Моники доминирует в Full HD, конечно же, до сих пор А вот Взять мегабит 20 Бахнуть хорошую графику На телике Так, опасная ситуация сейчас Потому что второй герой есть Просветка Не, здесь фагичи могут продавить Потому что он не готов к второму герою Он рейнджику, конечно, взял Но она придет поздновато И виспов не хватает здесь Скелетами отобьется, конечно Да не бегай ты всеми, ну Контреску хоть как-то отконтрольну Во, молодец На нагу переключаемся дальше Не, все правильно делать, может отобьется А если отобьется, значит отбился, как говорил Брюс Пуш был неплохой, но... Но домой Блин, какой же Фоги топовый вообще Он отдал только одну карту А есть вообще игроки на турнире, которые... А, чаек не отдал вообще ни одной И Colorful тоже Ох, какие, а, жуки И Фокус пока еще не отдал Но у них еще впереди игры сегодня, так что посмотрим Диспл Кота уведи Уведи кота битого, ну Молодец, цветок лечения брать Все правильно делает, все понимает Второй барак добавляет Будет просто масить котов Это тоже нормально А, чаек уже отдал одну карту 30 минут назад Баллисты Ну, видимо, хочет по это самое Помурыжить с дирижаблем Ну там Т2 Там Т2 и будут ресурсы Если Фогич сейчас бы сделал разведку Он бы тут же тыкнул Ancient to Win Прям 100% сразу Ancient to Win Но иногда разведки не хватает Под такие темы Фоги все равно прекрасное преимущество А вот он делает разведку Блин, такой опс Как Олега просто, извините Вместо того, чтобы показать Увидел скелет или не увидел Там же специально, видите Лавлет убирал Баллисты в дирижабль Специально Не для того, чтобы полететь Для того, чтобы сначала убить скелета Китайцы Свич ворчей Даже при том, что он не видел Баллист, он должен был проходить Так что это не показатель Показателем было бы Ancient to Win Ждет второй свиток Он скоро появится уже Продажит, когда вот сейчас появляется Ровно Когда На 6 часах Ну вот, сюрприз, блин Как же ты рискуешь, капец Арча выходит Ну постреляй, ты ж Блин, ну Фоги все-таки врубил Фоги Ну я первое, о чем, блин, подумал Это вот Арча Там, насколько быстро выйдет из этого Из барака справа Ладно, ничего Сейчас главное отковыряться Просто там парочку Арча ставить Тут парочку Арча ставить О, Баллист уже здесь Второй дирижабль купил Ла Лайт Второй говорит, на атаку делать В Хантерс Холли Не хотелось бы его отдавать А, он реально сражаться хочет? Не, это нереально Ну потому что просто Массарчи должны справиться Скрофзе Бист хороший Козлу же как плохо Светок лечения Минус Инвул Диспл хороший, энтов Козла, козла, главное сейчас фокусни Ай Дрядку Арчу, неважно Хорошо постражался Ой, Эншенто Винд Надо ставить Эншенто Винд Есть у нас дерево У нас дерева нет Вот в чем проблема Даже если есть желание поставить Эншенто Винд Все равно Видите, он штампует Виспов сейчас Массово Ну экспант работает, друзья И повторюсь Герой у нас перспективнее Чем у противника Борьба за магазин выиграна Фогич даже не потратил Первого свитка лечения Который тогда взял То есть у него сейчас два Скрала И в принципе можно попробовать Поразмениваться, да Только аккуратненько Не частично А прям вот Прям вот всеми Ой, против Энтов У нас нет Диспл Виспы идут вперед Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Диспелим раз Диспелим два Рейнджика под Энвулом Надо баллист бить, видимо Или Арчей фокусить Второй свиток лечения Очень расточительно, конечно, сейчас в фоге действует Но вроде козел уже никакой Козла, кстати, можно убить У него бутылка, оказывается, есть Профокусить баллисты Профокусить арчей Профокусить козел минус 2-0 просто сделал 2-0, красава Минус одна арча Минус вторая У нас арчей больше Баллисты арчей не контрят И мы спокойненько сейчас После козла доедаем Остатки Может, не добьем все Но нам и не нужно добивать прям все Потому что Ой, минус баллиста наверху Классно, гг Красава, фогич Ну, с такой игрой в плей-офф Не стыдно вообще выходить Особенно, если в первом туре там какой-нибудь